При первом твоем запуске произошла такая неприятная ситуация, что эксперт тебя кинул. Он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Кстати, если ты меня смотришь, спасибо тебе большое, но вебинар мы продали на 650 тысяч. На 650 тысяч с одного вебинара? Месяц можно легко запустить онлайн-школу, серьезно. Если ты уже с опытом, то можно прямо штамповать ежемесячно онлайн-школу. Если у тебя нет продаж, то ты лох. Привет, друзья! Мы находимся в Сочи на ежегодной конференции по онлайн-образованию. От акселератора онлайн-школы Аксель. И сегодня у нас в студии наш очередной гость, это резидент акселератора. Его зовут Иван, Иван Егоров. И он, несмотря на то, что он очень молодой, сейчас ему 20 лет. А когда он запускал онлайн-школу, тебе было 19, правильно? Да, когда я приобрел обучение в акселераторе, мне было 19 лет. Вот, и к этому времени он запустил уже три онлайн-школы. Одна оботочная. Запустил три онлайн-школы, в итоге две рабочие. Одна школа была убыточная. На первую школу это была школа фитнеса. Я потратил на нее порядка где-то полумиллиона. Три месяца я работал над этим проектом. И я понял, что это финансовая яма. Я больше вкладываю туда бюджет, но не имеет смысла. Я закрыл проект. Я думал, чем заниматься. Уже начал смотреть даже против онлайн-образования. Но подумал, что если начал, то надо уже добить до конца. И начал искать экспертов. С кем могу я открыть нашу школу. Искал экспертов я медийных. Где-то в порядке, наверное, 20 экспертов я написал. И многие отказывали, кто-то просто игнорировал. И написал я эксперту одному в инстаграме, с кем мы встретились. И начали делать работу. Сначала я работал за кейс. То есть в школе я ему делал всего за кейс. Это была школа по личному бренду. Да, школа по личному бренду. И потом с тем самым экспертом мы запустили в феврале школу по СМ. СМ-специалистам. И получается, что эти две школы принесли тебе 2 миллиона? Ну, почему мне? Ну, принесли, окей. Ну, выручка была 2 миллиона тебе и эксперту. Это очень здорово, что ты после первой попытки, которая была неудачной, не пустил руки и все-таки решил проявить настойчивость и сделать. Расскажи, пожалуйста, что было не так в первый раз? И что тебе удалось подкрутить на вторую попытку и третью? Что было не так в первый раз? Я не считал деньги. То есть у меня было полмиллиона. Я дал юристу 20 рублей, 20 тысяч. И потом я знал, что можно было сделать это за 5 тысяч. Я покупал все самое дорогое. Я взял дизайнера. Дизайнеру я отдал 20 тысяч за дизайн сайта, за просто макет сайта. И в районе 10-15 тысяч просто за логотип, который просто вообще не пользовался. И так, короче, бюджет у меня сливался, сливался. Эй, ты смотришь это видео и тоже думаешь, как бы тебе стать продюсером или экспертом онлайн-школы? Надо лишь сделать один шаг. Проходи по ссылке в описании к этому видео и регистрируйся на бесплатный вебинар. Как открыть свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта. Глава говоря, ты очень много вложила на старте. То есть сколько, наверное, ты вложила на старте? У меня на старте был очень дикий перфекционизм. И это был для меня такой инсайд, что для стартапа перфекционизм это просто смерть. То есть перфекционизм можно прям полностью отрубать и стартовать с тем, что есть. И, конечно, делать красиво. Это была онлайн-школа фитнеса, да? Да, это было по фитнесу. Сколько ты вложил, получается, полмиллиона ты вложил, они не окупились? Вообще в ноль. Понятно. А потом, когда ты стал запускать новая школа, по личному бренду SMM, ты вложил намного меньше, сколько я поняла? Меньше, но я не могу говорить эту сумму. Да, но то есть несравнило меньше, насколько я понимаю. Можешь не говорить сумму, но... Намного меньше. Намного меньше. Ну, не я, я делаю закис. Окей. Получается, что это доказывает, что онлайн-школу можно запустить как бы с нуля практически без... Онлайн-школу, да, на самом деле можно запустить с нуля. Но нельзя онлайн-школу запустить с нуля, когда ты без опыта. Ага. Тебе нужно делать сайты, когда у тебя нет денег, ты не можешь нанимать специалистов, тебе нужно выстраивать воронки продаж, тебе нужно писать вебинары, опять то же самое дизайн, но это самое такое минимальное. Тебе нужен юрист, технический специалист, чтобы тебе настроил интеграцию с Робокаса, Тильда, всякие сервисы рассылок. Ты должен быть офигенным копирайтером, чтобы писать тексты, писем. Если ты ничего этого не умеешь, то тебе нужны специалисты, либо обучаться самому. Обучаться самому – это время. Если ты готов инвестировать, к примеру, полгода времени на все это обучение, то ты можешь делать сам. Если ты, конечно, немного интроверт, потому что как-то я экстраверт, мне в технической части прям очень тяжело, это меня очень сильно вымораживает. Вот, и если у тебя есть деньги, но у тебя нет опыта, ты можешь нанимать специалистов. Так как у меня были деньги, но это были не мои деньги, я брал долги. Моих денег там может было тысяч сто максимум, остальное я просто занял. И так как я был новичок в онлайн образовании, я все потратил. Прям я покупал все самое дорогое в сфере услуг. И запустить с нуля, ну как, это очень такое обширное понятие. Я бы не сказал, что с нуля можно запустить. Когда, к примеру, человек проработал сотрудником 20 лет, или пусть будет 10 лет, я сотрудником проработал полтора года. Я работал финанс-тренером полтора года, 18 лет, 19 лет я уволился и уже купил Excel. И когда человек работает 10 лет с сотрудником, и, грубо говоря, он просто динозавр, он не знает, что такое Инстаграм, он не может просто выставить пост в Инстаграме или смотреть сторисы, как ему открыть школу с нуля. Я, короче, против этой системы. Дал базу. Дал базу, а? Дал базу, да. Опыт, ну, опыт я, можно сказать, сам наработал. И нетворкинг. Чем помогает нетворкинг? Вот сейчас ты на конференции. С кем я познакомился? Я познакомился с одним человечком, она находится в клубе 6.0. Вот, и я предложил ей стать моим ментором, чтобы она мне помогла выйти на новый уровень. Вот, и я тебе, Максель, помог надвины нетворкингом. То есть, сильное сообщество подталкивает тебя вперед? Да, да, конечно. Для того, чтобы ты тоже мог развиваться. Да, расскажи про твой второй запуск, да, про школу личного бренда. Откуда, во-первых, появилась идея? Ну, то есть, смотри, ты занимался фитнесом, правильно? Насколько я знаю, ты работал полтора года фитнес-тренером. Почему личный бренд? То есть, почему ты решил, что именно эта тема должна выставить? Почему личный бренд? Да я не думал, нет, я думал, какую нишу запустить, но на СММ как бы вообще не было мысли. Я просто уже искал всех экспертов, так как у меня были долги, надо было давать деньги. Вот, а, кстати, очень интересная история, как я познакомился с экспертом. Были долги, мне нужно было давать как-то деньги. Вот, и я начал заниматься продажей айфонами. Тогда вышел айфон, новый XS Max. Вот, мне нужно было, надо было реально как-то заработать. Я продавал айфоны, и вышел я на эксперта, предложил ему продать айфон, он сказал, типа, на, и сделать рекламу. Он сказал то, что давай, я тебе сделаю рекламу, но реклама будет стоить такую-то сумму. Я сказал то, что были бюджеты, реально тяжело. Вот, он говорит, хорошо, давай тогда я сделаю, типа, ну, по скидке и реклама бесплатная. Вот, я говорю, окей, хорошо, давай. И я продал ему айфон в ноль, ну, просто, чтобы сделать рекламу. В ноль продал айфон, все, сделали рекламу, я поехал домой, и пока я ехал домой, мне пришла такая прям идея. Думал, а почему бы не открыть, как бы этот эксперт, 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 в этой нише, по личному бренду. Я подумал, почему бы не открыть школу личного бренда. Я написал ему в инстаграме, он сказал то, что идея хорошая, он над ней думает, и попросил время подумать. На следующий день я им пишу, то, что пока ты будешь думать, запустится очень много школ конкурентов, и давай быстрее, быстрее. Вот, и, короче, он согласился, и все, пошло. У него опыта в бизнесе гораздо больше, чем у меня, поэтому он в этом оказывает на меня менторство, да и, в принципе, по саморазвитию. Вот, я в многом чему от него учусь. Через некоторое время он сказал то, что я единственный, кто смог его дожать. Как бы многие люди предлагали ему открыть с такой нишей школы, но я вот был единственный. Я подумал, что все это просто. Чем ты взял? То есть, знаешь, можно сказать, эксперт, можно зайти со своей авторитетом. Я думаю, настойчивостью. Настойчивостью. Да, ну, с каким авторитетом? Я сказал открыто, то, что есть такой опыт, неудачный. Сказал открыто ему, и я думаю, я взял настойчивостью. Потому что основатель Макдональдса, Рэй Крок, я смотрел, не смотрели фильм его? Основатель. Фильм основателя, Рэй Крок, основатель Макдональдса. Он сказал такую фразу, что ничто не заменит бабушку настойчивостью. И эта фраза меня очень сильно зацепила. Запускать онлайн-бизнес – это волнительно и немного страшно. И мы прекрасно об этом знаем. На этот случай у нас есть бесплатная получасовая консультация с экспертом от «Акселератора». Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить обратный звонок от нашего эксперта. Давай ты расскажешь. Вот ты познакомился с этим экспертом, ты проявил настойчивость. Что вы сделали сначала? Вы сделали вебинар. Нет. Что вы сделали? Если поэтапно, то мы сначала сделали фундамент. Фундамент – это мы представили аватар, три в аудитории. Мы разобрали всю бизнес-модель изнутри. То есть улайн-школы разобрали, кого продукт, для чего продукт, какая польза, прям другая система. И прописали пакеты и офферы ценообразования, потому что дальше делали лендинг, исходя от целевой аудитории. Вот, дизайн лендинг и там все поэтапно. И для кого продукт? За месяц можно легко запустить улайн-школу, серьезно. Если ты уже с опытом, то можно прямо штамповать ежемесячно улайн-школы. Ну, если будет без потери качества. И для кого ваш продукт? Наш продукт для предпринимателей. Если по личному бренду, то это больше для предпринимателей, для владельцев бизнеса, для фрилансеров, кто хочет увеличить прибыль своей экспертности, если он там продает, не знаю, женские трусики через инстаграм. То он может развивать лично. Да, русики через инстаграм. Развивать лично бренд, и у него продажи вырастут. Девушки будут подписываться, парни. И вот сливают историю, это парни. Парни будут покупать женские трусики для своей девушки. Сколько у вас уже прошло? У вас прошло несколько потоков? Да. Сколько? Третий поток. Пошел третий поток. Есть результаты? То есть прям люди чувствуют, что школа ориентирована на результаты? То есть у нас есть три кейса. Есть один парень, который запустился за квадра месяцев, он окупил курс в три раза и сделал только сто тысяч, не знаю. Ну он из, я забыл откуда его, короче из глубинки. Из какой-то глубинки далеко, и до него сто тысяч это ну круто реально. Вот. Ну можно делать больше. Но главное то, что парень уже окупил в три раза курс. Сколько стоит курс? У нас цены постоянно растут. Я не могу сказать средний чек, потому что цены реально растут. Но на данном этапе средний чек у нас 27 тысяч. 27 тысяч. Да, но цена постоянно поднимается. Сколько длится обучение? Примерно на 20 процентов. Обучение длится три месяца. То есть мы даем доступ к урокам три месяца, курс можно пройти реально за полтора месяца. Вот, ну плюс еще есть у нас доступ к урокам, чтобы когда ученик придет обучение, чтобы его не бросать, он в любое время в течение трех месяцев может зайти в любой урок, посмотреть и что-то исполнить. Плюс у нас есть закрытый чат в телеграме, у нас есть куратор, вот, и также у нас есть ежемесячные разборы от экспертов. Они прямо созваниваются и разбирают кейсы. Эксперт, я так поняла, что у тебя крутой, что на нем очень многое держится, да? Что ты его выбирал? Да, я бы сказал то, что по большей части школы держится за счет личного бренда экспертов, если прямо говорит это честно. Расскажи, какая у вас была модель, какая воронка, да, как вы ее оформили в школе? Да, воронка у нас сначала была через вебинары, вот сейчас мы тестируем другие воронки, вот, воронка продуктов, формула, если кто знает, вот, остальные воронки говорить не хочу. А сколько с первой воронки вы получили, с первого вебинара получили? С одного вебинара мы продали на 650 тысяч. На 650 тысяч с одного вебинара получается? Да, на 650 тысяч. Это был наш самый первый вебинар, вот, мы грели аудиторию в инстаграме эксперта и продали вот такую сумму. То есть вы гнали трафик именно с инстаграма этого эксперта и аудиторию? С какой-то трафик был ноль. Ноль, ага, то есть... Со сториз. Со сториз? Да, но все это благодаря эксперту, как бы он, я к нему пришел, у него уже был личный бренд, то есть он уже был прокачанный, его люди знали и благодаря личному бренду мы сделали такой запуск. Значит, вы выходили уже на подогретую аудиторию, которая была в инстаграмме? Да, я была подогретая. Ага, а дальше, ну, то есть аудитория все-таки имеет свойство, если она уже есть подогретая, да, ее нужно увеличить каким-то образом? Ты как-то вот помогаешь эксперт увеличить свою аудиторию или... Он сам. Он сам? Да, ну, он больше эксперт, он больше знает, как раскачать личный бренд, чем я, чем я могу помочь. Но если мне придет какая-то идея, что можно сделать, конечно, я сразу говорю, пишу ему, там, в голосовую можно отправлять, может быть, звоню, чаще всего пишу. Вот, и он говорит, типа, зайдет, не зайдет, круто, да, давай. Какая сейчас твоя роль? Ну, ты продюсер, вот, что ты сейчас делаешь вот именно в этом проекте? А, я отвечаю за продажи, за развитие проекта. Угу. Вот, ну, как, ну, да всем продюсерам занимается, он отвечает за техническую настройку, отвечает за продажи, за саму упаковку, что еще там. Есть менеджер продаж, я отвечаю, например, там, за сотрудников, два человека в команде. Тот же самый эксперт, я понимаю, что делает школу по СММ, да? СММ-профессия, она уже востребованная, вот, и, к примеру, если, если ты школьник, ну, реально, ты учишься в 11 классе, ты хочешь зарабатывать, и ты не знаешь, куда пойти, ну, купи ты курс по СММ, вот, обучи СММ-профессию, ты уже сможешь оказывать услуги другим. То есть ты можешь развивать инстаграмы, профили инстаграм-страниц другим людям, к примеру, есть фрилансер, он там занимается товаркой или какими-то услугами, пусть будет юрист, есть юрист, он офигенный эксперт в своем деле, но он не знает, как, к примеру, прокачать себя, как увеличить свои продажи. Он не ищет СММщика, потому что, как бы, большие продажи сейчас идут через свой сеть, как инстаграм, вот, он не ищет СММ-специалист, СММщиков сейчас до хрена, но очень мало реально прям крутых и качественных СММщиков, и профессия СММ-специалист, да, блин, ну, может заниматься вообще любой возраст. К примеру, у БМ, у бизнес-молодости есть такой кейс, кстати, может быть, ты слышала, когда 11-летний парень настраивал рекламу, и он, слышал, он выступал, я охренел, он вступал на аудиторию взрослых людей, стоит парень, 11 лет парню, и он говорит нам предпринимателей, и люди там от 20, там, может быть, 30 лет, 35 лет его слушают, потому что он говорит реальные вещи. Но ты считаешь, что для запуска онлайн-школы есть какой-то вот возрастной порог? Да нету. Какой возрастной порог? Ну, не знаю. Ну, например, когда мне было 19, я не вызывал доверия чисто из-за возраста. В прошлом году? Да. То есть, а сейчас тебе 20, и ты вызываешь доверия? Нет, я не говорю. Нет, на самом деле, я не говорю свой возраст. Когда прихожу я на встречу и спрашиваю, сколько мне лет, ну, я говорю 25. Ну, окей, да, хорошо. Да, потому что, ну, уже прям из практики, даже когда я работал тренером, когда люди узнавали то, что мне там, на тот момент было 18 лет, ну, отношение клиентов моих прям менялось сразу. Ну, я всегда, там, говорю больше 23-25, потому что, ну, не знаю, как-то психологически у человека меняется сразу мнение. Ну, мнение, взгляд, когда возраст меньше. Как научить эксперта продавать, если эксперт не умеет продавать? В первую очередь нужно, как бы, эксперту самому научиться говорить. Вот, к примеру, я не продаю через вебинар. Вот, я говорю, ну, так себе, наверное. Я особо не продажник. В первую очередь, я думаю, экспертам нужно научиться говорить, быть свободным, чувствовать себя свободно на камере, вот, и чувствовать аудиторию, кто вообще сидит по той стороне экрана. Ты не остановился на двух проектах, то есть, ты видишь перспективу развития, да, для себя, и ты собираешься запускать еще третью на из школы. Получается, что ты серийный продюсер, да? Да. Какой школу ты собираешься запускать? Название... Ну, специализация. В общем, какой оффер? Как увеличить прибыль барбершопа за один месяц от 400 тысяч рублей? То есть, у нас кто? Наша ЦА. Наша ЦА – это владельцы барбершопов, это те люди, которые купили франшизы. У нас, в общем, продукт для тех людей, кто хочет выйти на новый уровень прибыли барбершопа. Потому что, опять же, по словам эксперта, барбершопы, они только растут. И в России всего насчитывается там то ли от полутора до двух тысяч барбершопов по всей России. И цель рынка барбершопов, чтобы в каждом доме был хоть один барбершоп. Когда вы запускаетесь, как планируете, какую воронку делать? У эксперта есть уже аудитория? Опять на горячую выходишь, да? Конечно, первый запуск всегда делается на горячую, чтобы понять вообще, кто ЦА. У эксперта более 500 партнеров по всей России. То есть, более 500 барбершопов закупают у них мужскую косметику. Твои три главные ошибки, которые ты совершил при первом запуске. Я поняла, что ты слишком много вложил, но не имел при этом... Не считал бабла. Не считал бабла, не имел при этом цели для этих вложений. Какие еще? Вот две, чтобы люди, которые захотят запустить свою онлайн-школу, не наступали на твои грабли, чтобы эти грабли им в лоб не прилетели. Не летать в облаках. Как бы самый... Да, самый такой, наверное, хороший совет для новичков – это не летать в облаках. Потому что, как сказал акселератор, ребята, вложили рубль – получили 4 рубля. Вложили 100 тысяч – получили там 400 тысяч. Ну, блин, ну, нихрена не так. Ну, это такой же бизнес и такой же там есть геморрой. Вот. И не летать в облаках, не думать, типа, блин, круто, сейчас я школу пакую, сейчас я проведу вебинар, и у меня там будет первая миллионочка пойдет на счет. Ну, вот такого не будет. Такой же там геморрой, такая же работа с людьми, с сотрудниками. Вот. Это, ну, второй совет – не летать в облаках. Третий. Третий, ну, я думаю, быть настойчивее. Быть настойчивее – общаться с людьми, у которых уже есть своя онлайн-школа, не стесняться задавать вопросов, больше спрашивать. Я знаю, что при первом твоем запуске произошла такая неприятная ситуация, что эксперт тебя кинул. Изначально мы друг другу понравились. Вот, мы друг другу понравились, все окей, начали работать, месяц проработали, как было. Нам нужно было сделать фотосессию для сайта. Как бы он был, он тренер, был не в форме. Вот, и он попросил, как бы, скинуть, ну, нужно было подготовиться к фотосессии. А чтобы подготовиться, нужна фармакология, там, тестостерона, не тестостерона. Вот, нужна была фармакология. Фармакология дорогая. И как бы я ему скинул 25 рублей на фармакологию, чтобы он подготовился к фотосессии Все, он 2 недели готовился Нам нужно было записать А, мы записали видеопрезентацию, да, он пришел на видеопрезентацию Мы уже должны были запускаться Ну как запускаться, написать вебинар вместе с его стороны контент С меня вступительные части и продающие И он пропал Он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения Все Ну, ему спасибо Кстати, если ты меня смотришь, им я говорить не буду Спасибо тебе большое, тебе и твоей супруге То, что вы научили меня Вы мне дали опыт Ну, в настоящем случае в том, что надо оформлять Я просто поверил, я думал, что все круто Потому что я нашел экспертов Через неделю обучения в акселе, я думаю, скоро запущусь Если ты являешься серийным продюсером, да, получается, что ты ведешь параллельно несколько проектов Да Это распыление или это, наоборот, дает концентрацию То есть ты чувствуешь распыление? Сильное Это, да, это распыление Ну, как можно обойти это распыление? Это поставить менеджеру Менеджер проект Проект-менеджер поставить Чтобы он ввел хотя бы там какие-то проекты Общался с людьми, с аутсорсом И мне только поступала информация, что я сделал, что не сделано Я просто как сверху давал задачу, которую нужно решить Как понять, что в нише, которую ты выбрал, есть деньги? Вот тебе подсказал эксперт Посмотреть на конкурентов Посмотреть на конкурентов Если есть конкуренты, значит, есть бабло Очень сложно заходить в нишу, где нет конкурентов Мы заходим в нишу, где один конкурент Ты не знаешь, как бы выстрелит эта ниша или не выстрелит Ты выходишь совершенно новым продуктом на рынок И нет конкурентов И ты первый проходишь Ты реально, ты идешь в слепую И это круто И это опасно Но с другой стороны, там есть конкуренция Есть шанс, что выберут Есть бабло, но есть шанс, что выберут не тебя, а конкурента Тоже конкуренция С конкурентом надо дружить Конкурент не враг, в первую очередь К примеру, у меня есть конкуренты Которых там смежной ниши Или тоже занимаются упаковкой Я с ним общаюсь, мы дружим Мы друг друга даем советы Он не враг, конкурент Нужно дружить и общаться Это новый уровень общения Новый уровень мышления Если у твоего конкурента больше клиентов, чем у тебя Это проблема в тебе А не в конкуренции Значит, ты тупой Тебе надо расти Но зачем гасить конкурента Если ты загасишь конкурента Но ты только себе хочешь сделаешь Ты не вырастешь, если ты будешь гасить конкурента Нужно дружить, общаться Развиваться вместе Если у тебя нет продаж, то ты лох Ребята, давайте пожелаем удачи нашему молодому Унайд предпринимателю Спортсмену Настойчивому Ребят, говорит, короче, откровенно Пока мы останавливались запись В общем, сказали, что я похож на Скольского типа И мне бы хотелось получить обратную связь Действительно ли я похож на Скольского типа Очень неприятно И я не вызвал доверия Вот люди, мы видим Я вижу впервые Сашу Она сказала, что я не вызвал доверия Хотя все говорят, что я вызываю доверие Ребят, дайте, пожалуйста, обратную связь Ребят, напишите вот там внизу в комментариях Мы хотим знать, похож ли Ивана Скольского типа И вы поймете, что внешность обманчива Потому что этот чувак реально запускает уже третью онлайн-школу И он очень крутой И вы можете так же Даже если вы выглядите как скользкие типы Как очень хрупкие девочки Ребят, ждем ваших комментариев внизу Я за искренность, короче, вот Изобилики Подписывайтесь на наш канал Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео Оставляйте лайки и комментарии Мы ждем ваших вопросов про онлайн-образование и онлайн-бизнес До новых встреч, пока!